На самом деле я очень счастливый человек, я считаю, что я живу очень счастливо, у меня все есть. У меня замечательная супруга, красивая, любимая, надежная, у меня прекрасные дети, святые, просто замечательные родители. Они у меня уже более 40 лет работают врачами, то есть медицинские работники. Естественно, это благородная, очень важная такая работа, которая требует чувства доброты к людям и чувства готовности в любой момент оказывать помощь людям, помогать людям. И на самом деле они с самого раннего детства учили нас жить по такому принципу, по принципу бумеранга, что в жизни действует принцип бумеранга. То есть если ты сеешь добро, то тебе оно в стократном размере вернется. То же самое, если ты делаешь плохие дела, допустим. Что посеешь, то и пожнешь. И настолько благородная работа врача, настолько же я решил, что и работа профсоюзного активиста настолько же благородная. То есть это тоже помощь людям. Оказание помощи в различных тяжелых ситуациях, когда люди могут остаться без работы, когда людям долго не уплачивают заработную плату, когда просто условия труда, допустим, невыносимые какие-то там и так далее. Первое мое образование юридическое. Я закончил юридический факультет с красным дипломом и работал юристом, правовым инспектором, адвокатом, техническим инспектором. Ну так как я уже был занят в горнодобывающей отрасли, то есть в горном металлургическом профсоюзе трудился юристом, я понял, что мне необходимо получить образование в этой сфере. И второе мое образование было в горно-металлургическом институте. Сразу после окончания вуза я начал работать в горном, ну немножко преподавал, потом в горно-металлургическом профсоюзе. И в одной организации я практически работаю уже много лет, да, около 18 лет. Кандидатом науки я стал в 26 лет. Это самый возраст, по-моему, с 20 до 30, с 30 до 40. Самый возраст такой активный, когда надо максимально все ресурсы из себя, как говорится, выжимать, да, и все получается, и приходит вдохновение. Спустя определенное время мы создали центр исследования социально-трудовых отношений, то есть научно-исследовательский центр учредили в сфере труда. Это тоже очень важное направление, да. Именно касательно научной деятельности, в свое время, ну естественно, чтобы родителей не напрягать, я занимался разным, честно говоря, ну так скажем, малым бизнесом, да, ну начиная, честно говоря, еще со школы. Мы возили пакеты, конфеты и так далее. Это было еще в 7-8 классе, когда я учился, занимался коммерцией, так скажем. Когда учился в университете, я занимался тоже торговлей у нас, вот родственники здесь, вот Чуйской области. Оттуда я возил в Бишкек шкуры, значит, продавал эти шкуры здесь, крупного рогатого скота и, короче говоря, как-то на учебу свою, на контракт, на проживание. Пытался как-то себя обеспечить, да. И, естественно, когда я начал заниматься научной деятельностью, ну и будучи еще студентом, и после того, как уже начал работать непосредственно в профсоюзе, я писал дипломные работы. У меня в багаже более 100 дипломных работ, которые я написал для студентов. Это, честно говоря, и с одной стороны заработок был для меня, с другой стороны это саморазвитие, да, в разных направлениях. Естественно, в основном это юридическое направление, по-разному, земельное право, гражданское, естественно, трудовое, экономика и так далее. Кроме этого, так как я сам начал, сам писал кандидатскую диссертацию, я помогал другим людям тоже писать диссертации. Около четырех диссертаций, наверное, оказал, так скажем, содействие в написании диссертации. В 33 года я был избран председателем отраслевого профсоюза. На тот момент я был самым молодым председателем отраслевого профсоюза. Естественно, тяжело было с нашими коллегами, ахсахалами. То есть тогда средний возраст наших коллег был в два раза, а то и больше, да. Старше меня были люди, но трудно было работать. Но я думаю, как я вначале сказал, со всеми можно найти общий язык. И сейчас мы со всеми замечательно работаем. Сейчас мне 39 лет, я думаю, все еще впереди у нас. Наша основная задача, уже с первых дней, как я пришел в профсоюзы, легализовать трудовые отношения. Это дает очень много плюсов, как для государства, так и для самого работника. Это и дополнительное отчисление налогов, то есть подоходный налог от зарплаты работника отчисляется. И отчисление в социальный фонд. Естественно, это уже более цивилизованные отношения в правовом поле. Работодатели не понимают, что инвестиции в охрану труда, то есть затраты в охрану труда, это инвестиции. То есть один сом, затраченный на технику безопасности, экономит 7 сомов. Соответственно, один сом, сэкономленный на охране труда, в будущем обернется тем, что 7 сомов придется платить на восстановление, на какие-то выплаты, на компенсации и так далее. Многие работодатели, к сожалению, это не понимают. Мы помогаем им в этом отношении, в том числе, потому что жизнь и здоровье человека на первом месте. В профсоюзах я работаю с 1999 года. Проработал в различных должностях. Это правовой инспектор, юрист, технический инспектор, начальник отдела. И в 2010 году на съезде был избран председателем. Но на самом деле я часто поднимал вопросы о модернизации профсоюзов, о проведении реформ в профсоюзном движении. Но будучи рядовым сотрудником, конечно, я не мог эти вопросы все продвинуть, естественно. Но в 2010, когда я избрался, мы, естественно, подняли вопрос о том, что нам надо меняться. На тот момент у нас было 14 тысяч членов профсоюза в нашем горно-биталовском профсоюзе. И мы решили полностью охватить нашу отрасль профсоюзным членством. Тогда она составляла около 60% от всех работающих в отрасли. Естественно, мы начали работу по повышению мотивации, по привлечению, объяснять. Начали людям, тем компаниям, организациям, где не было профсоюзов, о том, что необходимо создавать профсоюз. Это необходимо как самим работникам, так и работодателям, руководителям. И сегодня, в настоящее время, у нас 27 тысяч членов профсоюза. То есть членство увеличилось почти что вдвое. Естественно, мы полностью обновили нашу работу. Мы решили принцип внедрить централизации. То есть усилить центр. Естественно, мощнее становятся и членские наши организации. Также мы решили более активно работать со средствами массовой информации. То есть информационно-пропагандистская работа. Это работа с органами власти. Работа по принятию законодательных актов. Нами было инициировано и подготовлено, пролоббировано несколько нормативных актов в сфере труда. Также защищали трудовой кодекс, закон об охране труда. То есть имеющееся, уже действующее законодательство, чтобы не утратило силу. В этом направлении работали, естественно, международная работа, работа с молодежью и так далее. И вот одна из последних новинок в нашей деятельности, так скажем, стартап мы один внедрили, это профсоюзный дисконт. Эта дисконтная карта действует в более чем 100 организациях уже. Это бассейны, спортзалы, рестораны, кафе, медицинские центры, аптеки и так далее, перевозческие агентства и так далее. И она будет действовать на территории всей республики. Мы часто выезжаем в регионы, встречаемся с людьми. У нас есть перечень предприятий, список предприятий действующих горнодобывающих отраслей. Страна у нас небольшая и практически все у нас как на ладони, так скажем. Мы знаем прекрасно, где есть профсоюзы, где какая заработная плата, где сколько человек работает, где какие условия. И на самом деле там, где нет профсоюзов, грубо нарушаются права людей. В таких организациях даже если заключают договора с работниками, то заключают на три месяца. То есть срочные контракты, так скажем. И через три месяца, если работник не понравился работодателю, просто до свидания, ты свободен. На самом деле, согласно 55 статье Трудового кодекса, запрещается заключение срочных договоров с работниками, работа которых носит постоянный характер. И это мы все людям объясняем. Мы объясняем работодателям о том, что профсоюз может помочь работодателю в деле управления персоналом. И, честно говоря, в решении многих производственных вопросов. То есть ты уже разговариваешь не со ста человеками, которые у тебя работают, со ста работниками. Ты уже разговариваешь с одним их представителем, с председателем правкома. А дальше он идет и объясняет все людям. И, честно говоря, одно из направлений профсоюзов — это дисциплина и безопасное выполнение работы. Все проблемы необходимо решать путем переговоров. Только если две стороны сядут за стол переговоров, можно прийти к консенсусу и с минимальными потерями для обеих сторон. У нас был такой случай. Это было на Кунторе. Была забастовка. Трудовой коллектив в переговорах требовал 30% повышения заработной платы. Работодатель сказал, я не буду повышать на 30%. Я не помню, предлагал, по-моему, около 10% сторона работодателя администрации. В итоге не сошлись, не пришли ни к чему. Началась забастовка. Десять дней длилась эта забастовка, в результате которой зарплата была повышена на 50% с перерасчетом на полгода назад. Понимаете? Это огромный. Тогда перерасчет составил более 7 миллионов долларов для компании. Мы потом уже, когда между собой сидели с вице-президентом, мы ему объясняем. Ну, почему вы не пошли нам на встречу? На переговорах, если бы вы пошли нам на встречу, вы бы подняли на 30% заработную плату с момента подписания. В результате забастовки вы подняли на 50%. Люди тоже стали 50%, все, мы больше ничего не знаем. Ну, они этого были достойны тогда. Это действительно по закону должны были зарплату повышать тогда, честно говоря. Но если бы этот вопрос решался путем переговоров, это было бы меньше, намного затрат для работодателей. Десять дней стояло предприятие, золото не производилось. Это, конечно, тоже потери большие. И вот здесь мы объясняем, на примере даже этого случая, другим работодателям о том, что давайте мы не будем до этого доводить. На тех предприятиях, где есть профсоюзы, стабильная выплата заработной платы, естественно, ее уровень намного выше, естественно, это предоставление разных отпусков и так далее. Полное исполнение законодательства Христана. Но немаловажный момент еще имеет социальный пакет. То есть на предприятиях заключаются коллективные договора между администрацией и профсоюзов. И согласно колдоговору работникам выплачиваются дополнительные какие-то суммы. К примеру, женщине после родов выплачивается пособие, скажем, разовое, единовременное. На некоторых предприятиях она составляет 20-25 тысяч сомов. После декретного отпуска, ухода за ребенком, до достижения полутора лет, женщине выплачивается по 3-5 тысяч сомов на разных предприятиях. Кроме этого, предоставляются путевки бесплатные на санаторный курорт на лечение отдыха. К примеру, юбиляром, допустим, достигшим 50-60 летнего возраста, также выплачиваются премии у нас. Кроме этого, человек, который достиг пенсионного возраста и с предприятия уходит, увольняется, его, естественно, с почетом провожают. И ему выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка за каждый год работы в этой организации. Это, естественно, большие суммы человек получает, выходя на пенсию. Это тоже хорошая поддержка такая моральная для людей, так скажем. Естественно, это обучение молодежи, повышение квалификации, переподготовка, обучение новым профессиям. С детства я любил спорт и люблю спорт. Я занимался единоборствами, занимался и тяжелой атлетикой, и бодибилдингом, и настольным теннисом. В свое время, будучи в школе, мы в различных соревнованиях участвовали и были чемпионами хрустана по настольному теннису, представляя область. И, честно говоря, спорт я очень люблю. И не выделяю конкретно какой-то вид спорта, но все виды спорта очень люблю. Поэтому мы четыре года подряд проводим спартакиаду горняков и металлургов. На ней участвует более 500 человек, более 25 команд ежегодно участвуют. Это очень важный момент. Мы не только на предприятиях проводим спортивные мероприятия, но и в регионах между предприятиями, междуотрасливые какие-то мероприятия по мини-футболу, шахматам, другим видам спорта. И, естественно, вот это, как основное крупное мероприятие, это наша спартакиада горняков и металлургов. Она также в этом году будет в сентябре на берегу Иссыкуля проходить. Хотя наша отрасль горнодобывающая, может быть, она такая, скажем, мужская работа, профессия мужская, но около 25% работающих в нашей отрасли составляют наши прекрасные женщины. И чтобы подчеркнуть красоту наших женщин и сообщить, так скажем, миру о том, что и в горнодобывающей отрасли есть очень красивые женщины, мы проводим конкурс. Он называется «Мисс Горнячка». На высоком уровне достаточно проводится этот конкурс. Главный приз — это поездка в Дубай, допустим, в этом году, на два человека на неделю. И там очень много других призов. Также проходит в Крыском взморе на Иссыкуле. Очень привлекательный конкурс и очень интересный, честно говоря. Мы сейчас, конечно, понимаем, что профсоюзы, к сожалению, немножко отстают, ну, надо признаваться, честно говоря, отстают от реалий, да, сегодняшних. Реформы уже начаты. У нас была создана рабочая группа. Два года назад создали эту рабочую группу. И непосредственно по реформам профсоюзного движения я был избран руководителем этой рабочей группы. И мы начали работать. Подготовили рекомендации и начали потихоньку их уже внедрять. Допустим, усиление в финансовом плане центра, то есть Федерации профсоюзов, да, это увеличение отчислений от членских организаций в Федерацию профсоюзов. Мы уже на Совете приняли это решение. Но предложений очень много. Мы хотим отделить руководство Федерации от управления собственностью. То есть Федерация профсоюзов сейчас, к сожалению, погрязла в этой собственности, в этих разборках и так далее. Федерация должна заниматься непосредственно защитой прав работников, да, лоббированием, принятием законодательных каких-то актов, улучшающих условия труда. В целом, как-то улучшение в сфере экономики, прозрачность, открытость там и так далее. Более благоприятные условия для инвесторов создавать и так далее. В этом плане должны работать профсоюзы. А непосредственно собственность профсоюзов, которая, к сожалению, сейчас требует вложений, серьезных инвестиций, как внутренних, так и внешних, она, к сожалению, пока сейчас мы улучшений особо не видим, да, хотя работа проводится. Но здесь надо кардинальные меры предпринимать. Допустим, можно акционировать эти все организации, привлечь инвестиции, как иностранные, как я уже сказал, и свои. Здесь целый такой комплексный подход нужен, и этими вопросами должны заниматься специалисты. А как я уже говорил, Федерация профсоюзов, она должна заниматься аппарат ее непосредственно профсоюзной деятельностью. Социально-экономическая защита, охрана труда, правовая защита, проведение каких-то акций массовых, мероприятий, спортивных и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому без этих реформ конкретных мы не можем двигаться вперед. Мы должны людям максимально открытую, простую, доступную информацию дать о том, что они могут объединиться в профсоюзы, о том, какие права они могут иметь согласно Конституции, Трудовому кодексу и остальным законам. И, естественно, показать путь, показать методы, способы, как можно жить лучше в этой стране. Жить реально можно лучше, да? Можно жить обеспеченнее, можно серьезно улучшить качество жизни. Но для этого люди должны знать свои права. Естественно, если мы будем по вот этому принципу нашему жить, по нашему лозунгу, только вместе и только созидаем, мы сможем сделать нашу жизнь лучше, мы сможем добиться какого-то улучшения в целом в нашей отрасли и более широко в целом в экономике, в развитии экономики нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok